Именно эти деформационные швы и стали причиной трещин на путепроводе Аврора и Южном мосту, которые пугали автомобилистов. Сейчас рабочие устанавливают новые швы. Параллельно с этим продолжают демонтировать тротуарные блоки, перила и проезжую часть. По состоянию на сегодня на мосту Южном демонтировано 70% железобетонных конструкций, на путепроводе Аврора 80%. В середину июля за две ночи планируют перенести движение и пешеходную дорогу на другую сторону и начать ремонтировать вторую половину моста, по которой сейчас осуществляется движение. Движение пешехода осуществляется по той стороне, где не выполняются работы. То есть этим мы позволяем повысить ту безопасность, которая сейчас есть. При этом на этой стороне, где проводятся работы, выполняют мероприятия только специалисты, у которых есть соответствующая документация. Горожане сейчас ищут альтернативные пути, чтобы попасть в Куйбышевский район. Автолюбители выезжают из города через мост на улице Главной. Пассажиры стали чаще пользоваться электричками. Востребованы и автобусные маршруты. Для удобства горожан используются машины большей вместимости – до 116 человек. Как только закончится половодие, у жителей Самары появится еще один путь. Сейчас будет спуск воды с плотины. Когда вода займет нормальное русло, значит, будет организовано с улицы Флотской, как раз на Сухой Самарке, движение речных трамвайчиков. Напомним, ремонт Южного моста стартовал в ночь на 12 апреля. На объекте сейчас работают 70 человек и 15 единиц спецтехники. Чтобы процесс шел быстрее, дополнительно привлекут еще 20 рабочих. Также строители будут использовать цемент, который ускоряет время застывания бетона. Полностью завершить работы планируют к 1 ноября. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.